Здравствуйте, мои дорогие! Я нахожусь в спальне и хочу вам показать вот у меня на стене. Вот видите, икона, опять же, Ксения Петербургская. Сразу можно определить зелёно-красные цвета. Вот, верх зелёный, низ красный. Вы знаете, я вам объясняю, потому что я совсем всё это недавно поузнавала. И если вы знаете, всё, я вас поздравляю, замечательно. Для меня это было как открытие Америки. Которое было вот у меня под носом, и меня куда-то носило в ту самую Америку. Вся красота была у меня под самым носом. Вот, Ксению Петербургскую, вы уже знаете, я рассказала в предыдущем видео. А вот теперь смотрите, вот икона. Пётр и Хеврония. И это пара, это муж и жена, это символ православной церкви, именно символ семьи, вот они святые. Их история изумительная, и не было у них детей в семье. И муж и жена, это полная семья. И не причина разводиться людям, если у них нет детей. Если есть обоюдное желание, можно усыновить. И огромное множество случаев, что люди, которые усыновляли, а потом у них рождался ребёнок. И вот у Петра Хевронии вообще не было вот общих детей. Но это изумительная история. Она была очень такой бедной девушкой, жила где-то там, лечила людей. А он был очень богатым. И заболел он проказом. И, значит, Паш услышал, что вот есть такая девушка, которая исцеляет, и он приехал к ней. А он воевода, был очень-очень богатый, вот. И приехал, и она говорит, я тебя исцелю только если ты женишься, обещаю, что ты женишься на мне. Он пообещал, она, значит, но обещание не выполнил. А она его исцелила, но не полностью. Она оставила маленькое такое пятнышко на его теле. Вот, и когда он вернулся назад, он опять, у него всё, тело опять покрылось этой проказой. Вот это вот. Если я там что-то не точно пересказываю, пожалуйста, простите меня. Все же, всё нужно открыть, первоисточники, посмотреть. Главная идея – это то, что у них не было детей, и это не даёт повод православным считать, что их семья неполная. Муж и жена – это полная семья уже. Замечательно, если есть дети, но также и замечательно, если вот детей нет, это всё равно полная семья. И это я узнала только в православии. Вот. И муж и жена по православным канонам – это одна плоть. И вот люди, которые… Вы знаете, я даже знаю людей, которые протестантов, допустим, ходят к протестантам в церкови и говорят, что вот мы спасены, мы спасены, нас Иисус спас. А знаете, что творят? По 25 лет живут муж и жена, а потом жена вообще выгоняет мужа, как собаку на улице, из-за чего там что-то не понравилось, или допустим. Ну, вообще, ну, знаете, вот собаку не выкинут. И не моё дело судить этих людей, ведь я даже не называю никаких имён. Если… Вот не хочу я называть имена, я просто говорю, что это реальные люди, я знаю. И мне очень жаль, если вот люди имеют такое заблуждение, что считают себя спасёнными, а вот если завтра наступит их последний час, вот представьте, а что же они скажут ей, вот когда бесы пристанут там к душе и начнут орать, а вот и показывать вот эту всю киноленту, и вот как после 25 лет совместной жизни выкинули мужа на улицу, и причём, когда другой человек спрашивает, их собак уже не выкидывают, и говорит, вот где ночует этот человек, где ночует твой мужа, это не моё дело, ничего ему не будет, а вы не знаете, будет или нет, а нельзя так делать, нельзя, знаете, вот нельзя так делать, и пожалуйста, не делайте так, в какой бы религии или вы не были, пожалуйста, не делайте, и вот смотрите, я же была официально замужем, да, вот я не хочу ни на меня, смотрите, ни на меня, на Господа моего христианского, вот допустим, Саши Можига, он же меня оставил голую боссу, и на полном серьёзе, и я не желаю ему такого, чтобы он испытал, вот это честно, даже если бы у меня вот была возможность, вот такая вот, знаете, оставить его голым боссом, не знаю, я не могу такое сделать людям, знаете почему, потому что я там была, и так же самое, вот моя мама говорит, ну пишет и своим там каким-то людям, по переписке пишет, вот моя дочка и внук сошли с ума, и выкинули меня вот зимой на улицу, мама, зачем ты так пишешь, потому что это клевета и ложь, и ты просто собираешь угли на свою голову, потому что ты вызвала полицию 28 октября 2019 года, и с того момента я тебе тупо повторяла, мама, у тебя 20 тысяч долларов есть своих, освобождаю мою квартиру, освобождаю мою квартиру, освобождаю мою квартиру, и ты выселилась только в конце февраля 2021 года, у тебя полтора года, полтора года, и никто тебя не выкинул, а я могла, причём преспокойно, потому что у меня большой опыт, я сдавала свою квартиру, и я знаю, как это делается, если мне, допустим, мама сказала, вот ты иди в суд, и подавай на выселение, а у меня другие пути были, знаете, пусть там что ни говорите, там полиция мне не помогла, а знаете, вот мир-то можно, вот знаете, если он там перевёрнутых людей, можно ведь точно таким же приёмом сделать, допустим, я приезжаю, ставлю замок, и, допустим, мама биологическая возвращается, вот, там, на Осипова, и вот с братом по маме, и смотрят в замок, и вызывают полицию, а полиция не имеет права вскрыть двери, то же самое я и могла сказать запросто, с 28 октября 2019 года, я могла поставить замки, и слетать туда, не было ещё никакого карантина, и просто сказать, идите в суд, идите подавайте, понимаете, потому что я знала, что у мамы есть 20 тысяч долларов, я так не поступила, и зря мама так говорит, вот на полном серьёзе, зря, и там нужно реально покаяние, и вот, и она полтора года у неё было, значит, выселиться, и потом её хитрость всплыла, всплыла реально, что показалось, что у неё есть эти деньги, я знала, что они есть, мне люди не верили, а я точно знала, что есть, я знаю свою маму, и такие есть, и вон-таки купила себе жильё, и никто её на улицу не выкидывал, она просто не знает, что она говорит, потому что это она меня выкидывала с детства, это я знаю, что такое спать на улице, это я знаю, это мой сын знает, Артуш, что такое спать в пушке на 411 батарее, когда он убегал, когда я была в Аргентине, а что ему вытворял мой вот бывший муж, во-первых, по документам, которые ему отец, и который никогда ему не был отцом, и не стал и ни отцом, и ни отчимом, и только вот жуткие воспоминания у моего ребёнка об этом человеке, и я не лила грязь на него, и заставляла даже Артура в Аргентине писать ему письма, и Артур под страхом даже не признавался, он полтора года скрывал от меня реальность, что было, вот когда год я отсутствовала, скрывал, потому что Саша ему угрожал, что убьёт меня, вот такое вот, вот такой вот, Пётр и Хеврония, так вот, он женился, и вы знаете, что второй таки раз, вот он же первый обхитрил, второй раз, вот он таки сдержал, вернулся, они вернулись, она же просто людинка была, их богатые, вот выгнали, выгнали, и он ушёл вместе с ней, так сказать, в гонение, и тут настали жуткие времена для того города, и вот правители этого города послали назад за ними, потому что поняли, что проклятие все идут, знаете, враги нападают, вот, и таки сказать, простили, что вот он женился на простой людинке, он ради неё, вот, готов был отказаться от своего положения и богатства, всё, и они назад вернулись, и стали править этим городом, и не было у них детей, и была полная семья, и знаете, что ещё самое поразительное, она была очень красива, и однажды там один мужчина влюбился в неё и стал приставать, и вот они на лодке плыли, и она пригласила этого мужчину вот на начало лодки и дала попробовать воды из реки, он попробовал, потом она его отвела на конец той лодки и говорит, попробуй, зачеркни эту воду, она говорит, ну, чувствуешь разницу? он говорит, она говорит, вот так же самое с женщинами, то есть она уже была замужем, вот так она ему объяснила, что ты, что вот женщины, вот чтобы ты там вот не пробовал, это будет то же самое, что не нужно, вот ты жила чужого, вот так вот, вот так вот мудро в моём православии.